Так, ну че, братюнь, Худжанд, потом Ташкент, Вандижан сгоняю, все как положено. Так, я пока прилечу, расскажу, как проход осуществляется и прочее, прочее. Ну че, погнали. Боксник карате, тут думать надо, братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Боксник карате, тут думать надо, братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Так, все, в Худжанд прилетел, хронику буду вести, событий. Так, сколько нам до границы ехать? Полтора. Полтора, ну нормально, и там нибудь сейчас мы потеряем, а граница как называется? Ой, бег. Ой, бег, ой, бег. Ждем. Перейти границу, ну вот уже вроде как перешли. В Российскую точно перешли? По Превизу не должны идти куда? Не, не, в Российскую точно перешли, а там очередь, там, не представляешь, что там за пробки. Они показывают видео, просто там еду по степи, знаешь, там степи, ну просто. Ну ничего нету, дороги нету. Перекати поле катаются. Короче, мобилизация. Обещал рассказать, рассказываю. Несмотря на то, что сегодня был очень насыщенный день, уже ночь-полночь в Ташкенте, я обещал, обещания свои выполняю. Касательно мобилизации, что хочется сказать. 21 сентября Российской Федерации объявлена частичная мобилизация. До 35 лет те, кто проходил военную службу, те граждане, которые принимали участие в боевых действиях, те, которые имеют военную специальность, призываются пройти небольшой ликбез, я не знаю, сколько он будет проходить, и дальше их отправляют в помощь регулярным войскам. Значит, мобилизируют, короче. Конечно, трэш начался полный, народ повалил, кто куда может, но ни для кого не секрет. Граница с Грузией, там многокилометровые пробки, по двое-по трое суток люди проходят границу, там не знают, что творится. В Казахстан невероятное количество людей побежало, потому что там можно и по внутреннему паспорту перейти границу, и уже из Казахстана дальше куда-то свалить. В Узбекистан в том числе люди поехали. Но когда я смотрел билет в Узбекистан, 350-400 тысяч, в зависимости от даты. Наверное, очень респектабельные люди побежали, непосредственно полетели скорее. Ну и Финляндия тоже границ, там, говорят, невероятное количество людей. Окей, вот такая вот ситуация с мобилизацией. В Москве, конечно, людей стало меньше за Москву, точно могу сказать. Мужиков на улице значительно меньше стало. На тебя уже смотрят, как на дичь какую-то. Короче, ну такое, знаешь, там дождик идет, вообще неприятно. По поводу хейтера, люблю вас. Касательно того, что я там от мобилизации побежал, брат, я уже другого возраста совершенно, это раз. И есть еще определенные причины, по которым, в принципе, могу тебе сказать, что не шибко я переживаю за то, что буду мобилизирован. Никаких повесток мне не приходило, и сомневаюсь я, что когда-либо придет. Короче, вопрос не в этом. Вопрос в том, что границы закроют. Если что-то вдруг ухудшится, или как-то ситуация будет меняться, может быть, не резким образом, а еще как-то. И вот это будет для меня достаточно критичным. Поэтому я решил, что раз уж проходит турнир Золотарева, раз уж я хотел поехать на турнир Сидния Джексона и договаривался об этом, я воспользуюсь этой ситуацией и поеду в Ташкент. В Ташкент я поехал, естественно, не за 400 тысяч полетел. Это космические деньги для того, чтобы сделать перелет. Может быть, для кого-то в какой-то ситуации это норм, но я, знаешь, посмотрел стыковочно и нашел город Худжанд. Это в Таджикистане. 27 тысяч рублей. Кому интересно, пожалуйста, никаких проблем. От Худжанда до узбекской границы, собственно, километров 100, и уже до Ташкента 60 километров. Значит, там до границы это 4 тысячи стоила машина. В машину, сам понимаешь, там прилетел, с кем-то договорился, скинулись. То есть я еще два парня, мы скинулись, что-то по полторы тысячи, что ли, получилось. Ну вот примерно плюс-минус. И как бы от границы Узбекистана до Ташкента по тысяче. Вся дорога мне обошлась в 29 тысяч. Да, дороговато, я тебе так скажу, с учетом того, что в обычное время билет стоит 16 тысяч, 17 тысяч. Но время-то необычное. И с учетом того, что, возможно, мне нужно будет еще кое-куда слетать, я, конечно, принял такое решение, что сгоняю-ка я на турнир, посмотрю, что да как, и уже спокойно буду принимать решение. Я не люблю, когда за меня принимают решение и лишают меня какой-либо свободы, в том числе свободы передвижения. Так, еду с главным тренером сборной Узбекистана на тренировочный процесс. Я не буду давать никаких оценок тому, что происходит. Происходит какой-то трэш в этом мире, вот начиная там от трансгендеров, заканчивая тем, что с олимпийской программы хотят бокс и борьбу снять. Вот бокс и борьба, Олимпиада, вот выясняли, государство мерились яйцами, чьи спортсмены круче, чья школа лучше. Вот оно, выяснение было, вот он, олимпийский принцип, быстрее, выше, сильнее. А вот то, что сейчас происходит, блин, вообще какая-то непонятная история. Я не буду там никого хаять, я говорю, оценок давать никаких не буду, потому что политика, дело грязное. Сегодня одно, завтра другое, все что угодно может быть, и против кого угодно это все может обернуться. Зачем это нужно, брат? Говорю, если вот есть желание, то как бы досилит дорогу идущий, ни к чему не призывая, а просто вспомнилось вот это вот высказывание. Ничего мне не спрашивали на таможне, если кому-то интересно, то есть пограничник, девушка меня спросила, куда собираетесь? Я говорю, на турнир. Ну и, в общем-то, на этом наш разговор окончил. Вы назад собираетесь? Ну, говорю, конечно, а куда я денусь-то? Ну и все. На границе с Таджикистаном, там парень был такой ушлый, мне кажется, что-то он хотел, интересовался, не знаю, тоже наговаривать не буду, но сказал, у нас тут директива какая-то, так что вам придется немножко подождать. Ну, мы постояли 15 минут, а потом он нас отпустил. Вот и вся история. Граница переходится там в течение 15 минут пешком. Такси стоит у аэропорта, такси стоит от границы и отвезут тебе, деньги поменяют, вообще никаких проблем нет. В Ташкенте проблема с гостиницами, реально все забито, номеров нет. Вот когда я приехал, спасибо огромное Тулкину Киличеву, брат, еще раз тебе огромный респект и уважуха, как бы без проблем, говорит, есть федерация бокса, хочешь приезжай. Вот, помог, все, как бы никаких проблем нет. Ну, а завтра уже как бы едем в Андижан, там уже будем смотреть турнир. Там уже, мне кажется, еще проще, ну, Ташкент все-таки столица, а там-то вообще никаких проблем нет. Так, чтобы понимал, стоимость жилья, аренда, ну, 300-400 долларов это где-то на окраине, там 500-700, ну, и там до бесконечности это в центре. Квартиры есть, снять можно. Вот с гостиницами реально большая-большая проблема. Хостелы, причем были, ну, вот два хостела где-то я вот увидел, тоже были. Ну, кому вариант, кому не вариант, просто делюсь информацией. Сим-карта оформить вообще не проблема, а касательно банковской карты, да, уже сейчас это посложнее стало. Нужно что-то типа ННН показывать, нужно показывать справки о доходах, справку с работы, ну, то есть просто так уже приехать, как 3 или 4 месяца назад не получится. Как транзитом приезжали и оформляли. Вот такая вот история, вот такая любовь. Опять-таки, никаких оценок, мобилизация частичная, окей, хорошо, для тех, кто должен, окей, хорошо. Свою позицию, я думаю, я до тебя донес. Я в Ташкенте, солнечный Ташкент, осенью, значительно более приятный, чем моросящая, мокрая Москва. Вот такая вот история. Не забудь подписаться, потому что впереди тебя ждет много интересных интервью на инстаграм-канале, аккаунте, как тебе нравится, Некрате-74, фотки с чемпионами, тоже много занятного. Обязательно подпишись и помни бокс Некрате, тут думать надо, как и везде, брат, как и везде. До новых встреч, засим, адьюс, а то надоест, боюсь. Субтитры сделал DimaTorzok